Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Помогите ей зайти Одно дело говорить, другое дело посмотреть Девочки, которые есть, пусть зайдут Помогите ей поднять Посмотрите внимательно Никакой броскости нет Никакого нарушения Никаких рисунков Растительных, то, что у нас разрешается Какое у нее платье Видно, что мама следит за ней Дай Бог, чтобы это скромно Здесь тебе надо быть как елка Чтобы блестело на тебе все Выйдем здесь, в той комнате, переодевайся У нас не запрещено Я говорю только о церкви, непосредственно о храме О чем говорит Иоанн Златоуст Он сурово это осуждает И опирается на Исаию 2 главу Как она идет, какие у нее цепочки, подвески Бог говорит, все это уйдет Запах твой, который ты надушил С зловонием будет Одежда, которая блестаешь, в речище будет Потому что Бог видит Перед Богом мы должны явиться Как можно более скромными Вера, благодарю тебя Добавление к этому Я как наблюдатель хочу сказать В прошлое воскресенье я уже говорил об этом Но сегодня тоже замечаю Причем это касается большей части пожилых Не у всех юбка 10 сантиметров от пола Особенно сзади В следующий раз буду по именам называть Сегодня помолчу Я видел у девочки, у нее маленькая, кажется, Политыкина Она там наростила, вот она вырастает Ну любого цвета можно сделать Но не нарушать, зачем это делать Такие прекрасные дети Сетренки подрастают Вы в них это заложите Образец А образец смотрите Вы если никогда не видели Посмотрите одежду Никоновской реформы Как одевались Сегодня это в большинстве Старообрядческих храмов соблюдается Скромная одежда Темного цвета Ну на Пасху светлого, конечно Никаких вот этих Придумок нету Но сегодня Одевают как будто на елку Новогоднюю Мы ничего не запрещаем Мы говорим только о храме У нас устав принят Его не надо нарушать По уставу Виктор Андреевич И тут Севастьян Он, Севастьян, рядом Вот этот свет выключают Без батюшки Можно без этого Нам эти световые эффекты Ничего не дают И приходится тебе идти Через поперек Самому включать Мы даже не знаем где Я попросила Татьяну Не видно Темно было Поэтому она попросила Я думаю, что включили Зашли в храм Ну и пусть горит до конца света Зачем это вот Кто выключить То это Это эффекты создают Там вот сегодня, допустим Ну выступает какой-то Моисеев Им надо сверкать на сцене Чтобы было Здесь не ради эффектов Ради экономии Как это всегда было Не убивай меня Пожалуйста Юрий Штоколов поет Слышали такого? Ему не надо вот эти эффекты Он стоит спокойно и поет Ну помните, как Зыкина пела Она стоит Все величие России Как будто на ней написано Какой у нее вид Ей не надо было прыгать, скакать Как Пугачева Ногу выше головы поднимать Это не надо У ней талант И талант нельзя подкрепить Какими-то эффектами Все равно это пустота Это Ну умные там Кто там занимается Этой бутафорией Это ему уже награда В свое время была бы Принято Принято Ну если можно И еще Когда Креститесь Посмотрите внимательно Крест на знаме Лоб Чрево Чрево Пуг где у тебя Право И лево Чтобы ровно было вот так вот А сюда вот не надо толкать Не надо Я скажу кто Посмотрите в верхах Я еще ни разу не видел Чтобы патриарх Перекрестился правильно Ни разу Президента Путина Видела сколько раз Ставил пример Где он так Прямо покрестится Может быть совершенно И не верит В крест В распятого Христа Воскресшего Не знаю Перекрестился Поклонись так Чтобы если ты не больной У тебя не глоуком Ничего нет Рука могла пол достать Руку не опускай Но проверь себя Хотя бы раз Этому мы детей учим В один день В один день Когда приезжают дети Почему здесь так долго Вот подошли Два поклона Подошли К Евангелию К Кресту Отойди напротив Царских врат Жди второго И тогда вместе Третий поклон Вместе Ну смотрите Как братья идут У сестер Это разнобой Куда-то торопятся Или что Я не знаю Я был летом В деревне И хотел спросить Всех ли я знаю Болящих Может кто-то умер За это время Может кто-то заболел Сегодня Татьяны нет Вчера ей было плохо Это большая печаль Это старшая сестра Старшая сестра Очень активная Что с ней Нет Галия Загуляева Она не звонила Через интернет Показала Что Саша у нас ребятишек Должен приехать Просит помолиться Но я понял Что она вернется Или созвониться Узнать Все ли у ней нормально Еще просьба Ко всем Возвести молитву О том О чем я скажу На третью ступень Первая Просительная Вторая Благодарственная А третья Словословие Можно вторую И третью Батюшка вернулся Живой Вы бы знали Как я против себя Когда он уезжает Не выскажешь даже Целый месяц Но вернулся И сказали Он потеряете И второе Мы не думали Окончить работу Мы не можем Закончить Близлесоматериалы Его не дают Заплачено Не дают Если бы их не привезли Вот Самый последний момент Мы бы все еще сидели там Снег был Мы раскапывали сугроб Мы обязаны положить Мы все сделали А короба нету Вода все сметет Всю нашу летнюю работу Все тысячи улетят А мы заплатили немало 440 тысяч отдали только Это деньги не наши Это люди Которые Близкие нам по духу И они это сделали И даже не просили Я все эти годы Только говорил А когда это можно будет сделать И не знаю И нынче Почему именно Так долго Господь не открывал Мы старались утишиться А внутри все время Волнения были Ну как Ну уже снег Мы замерзаем Уйти не можем Находим другую работу Я говорю Когда это закончится Тогда я скажу Как мне виделись Планы Божии Если бы я сказал раньше Ну Мне кажется Не было бы так Понятно еще Теперь уже законченный Период этот Господь не давал Это для того Чтобы мы Речь идет о нас Только здесь Сделали то Что мы может быть И не делали Мы выехали бы Как согласно плана 10 октября А выехали то На две недели позже И за это время Эти две недели И до этого Когда не было Мы ждали лес Мы работали и работали У себя У людей Что нужно было Там где-то сделать Мы бы этого Не сделали И Господь поставил Нам тормоз И в конце Открыл шлюз И мы вошли Это настолько Были лежи Два дня Мы тут Ну возвращались Говорят Дурнура в темноте Едва видели Встаем как всегда В 4.40 Дождь Мокрое Шинели Одни снимаем В обед Другую надевают Это все работали Это остались Сергей Павлович Уехал Потому что Его тут Работа ждала Остались Володя Вот он снимает Себя покажи И брат Никита Вот Когда мы были там Я тоже Об этом Поблагодарили за батюшку И что Нас Господь выпустил Я все время Одним словом Говорил Пособи Господи Не помоги А пособи Как говорит Иоанн Златовский Нет никого Кто пособил бы От нас не зависело И там не зависит Где деньги заплатили Везут лес Маленького диаметра Они не могут Доски напилить Никак Заплатили По стоимости Мы в три с половиной раза Дороже Кажется Самый первосортный А в старое время Он был бы Последним сортом В летнее время И прочее Но везде были Отношения хорошие Вот Если нам это Близко То что я говорю Вы в молитву Включите И не забывайте Об этом Бога прославить Потому что Прославление Бога Благодарение Открывает Небо Двери Для новых Благодеяний Божиих Это Бог Так делает Вот мы Как нынче Были Никогда Так не было Чтобы вот такая Преграда была И нельзя было Охочить Каждый день Молимся Просим Все стоит на месте Стучим Узнаем Никаких Заплатил я За щебень Который на дорогу 270 метров делаем 237 тысяч И друг в руки отдали Выображаете Какие деньги это Это Не считая Батюшкина Дом в Потеряевке И щебенки нет По сегодняшний день Разные причины Где-то Перехватили вагоны Везутся Издалека Каждая тонна щебня Заплатили 1300 А она В Новосибирске 600 В карьере Ну иди возьми Найми машину Иди привези По нашим дорогам А эти с перекладкой И прочее Нас судят за это А я благодарю Бога Какого дал Бог Бульдозериста Там никто Ничего бы не делал Потеряевке У них Своя Работа Вот Это вот маленькая Но хотелось Чтобы твердо Взяли себе Узнавать у людей Нужду И как она Богом Выполняется И как Бога Прославить Отошел И главная Как бы Одна из высказанных Причин Была Именно такой Нужно помолиться Чтобы Господь Нашим Имеющим Эти навыки Жестового языка Языка Небольшую Это работа Духа Ну Представь себе Где-то там Ну Лучше Там комната Украшена Что-то тебе больше Не две минуты А три минуты С тобой беседуют Но ты родился здесь Им никто не мог Преподать То что здесь Преподали Они здесь Пришли ко Христу Совершенно Они об этом Написали Вот в 16-17 том Как они пришли Это ничем Незаменимо И поэтому Батюшка говорит Если что-то Нашли лучше Но чтобы не остались Без этого Что они здесь имели Они никогда Не будут иметь Этого Они не будут знать Состояния людей Где Вот как у нас Им все это передают О чем говорят здесь Они это Лишились И может быть Даже навсегда А там где они находятся Это враждебная Против нас обстановка А если они на раз пришли Их сразу Протравливают Где вы Да что А то что они пришли Здесь Узнали о Христе Полюбили Библию Получили крещение Прищищались Им Все здесь было Вот надо же Мы привозим картошку Куда берете Я всегда В первую очередь Глухонемым И всегда бесплатно Что у нас есть Какое еще внимание Больше мы не могли Дать ближним Как самого себя возлюбили Мы не можем Больше чем себя любить Такой заповеди нет И ушли Совершенно не по этому Как сказали бы Браждебная агитация Главное сыграло И нет Внутри Благодарности Богу И они не видят Вперед Они не видят И они не сказали Что это у вас не будет И этот священник Но все у нас И книги Поэтому я внушу поправку Это не причина Поправка принимается И я не случайно Сказал Что вероятно Это не Не самая главная причина Не самая главная И понятно Что молиться надо Господь Самая активная Самая активная Она приходит на службу Общие нужды На уровне государства Может быть и мировом уровне Мы знаем Что монахи молятся У них так называемое Умное делание Молятся за весь мир Ну а мы тоже Хоть и не монахи Но тоже должны Общую молитву возносить Господу В том числе О нашем государстве О наших правителях О себе в том числе Как составляющих Наше государство В интернете Была такая информация Что господин Путин Президент наш Указал Чтобы мы Имели пополнение Средств Для Индивидуальных средств Для защиты Во время Ядерных нападений Случайно это? Я думаю Что не случайно Так что Вот имейте в виду Ну и Знаете Что мы ввязались Глубоко Ввязались в Сирии Весь мир Осуждает наши действия Ну не весь мир Но многие Осуждают Действия наших Войск В Сирии Ну Потому что Не уповаем на Бога Потому что Должны уповать Тогда Если не на Бога Тогда на силу А Силы Так все-таки У Бога Поэтому Прежде всего Нужно Уповать На его Милость Что он Все Поставит на свои места Вот о чем молиться О наших болящих Болящие у нас Татьяна Кузьмина Внимание От того Что постоянно Лежит Она Лежачая Поэтому Ее нужно Чаще поднимать Массажировать Ее Чтобы она Вот Кто бы Тронешь Начнешь Это Становится Совсем Некому За ней Валентина Ивановна Тоже Совсем Славная Стала Но Есть По возможности Кто может Приходите Потому что За ней Некому Сыну Не до нее Надежды Ивановны Сегодня Тоже нет То ли Закворал То ли Еще Какая Другая Причина Брата Николая Тоже нет Кого еще Мы не вспомнили Кто у нас Из болящих Антонина 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 Пока Она Чаще на батюшку Ходит Поэтому Может по этой причине Она там На южной Ходит Говорит Студенты Но Лиза Вчера Была На службе Она уехала Уехала На каникулы Поэтому Они уехали Никита Почему-то Держался И уехал На каникулы Не отпускают Да Раз молчите Я добавлю К этому Сказали о нервных событиях Не вмешивайтесь С осуждением Ничего Это все Разнаряжено Такое слово Я вставляю У Бога Считайте Пророка Даниила Пришло время Выйти в Овну Он вышел Но можно было Чтобы не вышел Из моря Не может быть Это Божий план Бог так Сотворил человека И идет все по плану В свое время Должен прийти Царь Дома Романов Придет другой Его уничтожить Следующий За ним придет Козел Который будет Бодать К северу К югу И разорвет Его на счастье Этого вовна Это Александр Македонский И дальше вырастет Из малого рога Четыре То есть Он умрет В 30-летнем возрасте От выпитого вина И на четыре Счастья Царство Распадется Это разнаряжено Не надо говорить Он талантливый Он вовремя И вот выступает В интернете Я его не знаю точно Равину или нет Еврейский И все объясняет Каким должен быть Мессия Мишах Он мудрее будет Соломона Его все люди будут видеть И как принимают В Европе Как в Англии Дальше все Описано Как он придет То есть Он зовет Это еврей Среди евреев Сидят еврейское общество И он говорит И мне от еврея Священника православного Поступил заказ Как я разобрал Тогда этого Алфеева Илариона Выступление В Италии Ну разберите Дайте разбор Я говорю А разбирать то нечего Ну вы только читайте Даниила Написано Как он придет Привознесется И как Фессалденхисов Написано 13 глава откровения Больше нам ничего не известно Он должен прийти И он сядет И на НН Разное там Это все подготовка А я что должен делать Молиться Чтобы укрепил Господь Когда придет Мы уже окрепли в молитве Ни шагу назад Нам отступать некуда Позади не Москва Позади огромная пропасть Которую Бог дал нам перейти Только бы не поколебался Кто поколеблется Не благоволит К тому душа моя Говорит Господь И поэтому На мировые события Надо смотреть Как По плану идущее Не встревайте Там Не хвалите Не хулите А написано Молитесь За правителей За царей И начальствующих Вот мы все время молимся Перечисляем Владимир Это Путин Дмитрий Это Шеведев Барах Попоминаем Рамзана Петра Порошенко Которые знают Ну рядом в Беларуси И всех правителей Дай им страх твой Какая молитва Страх твой Чтобы они знали Что над ними Ты есть царствующий И какое строгое Узыскание будет С начальствующих Мы обязаны молиться А не так Что я красный А ты белый А тот зеленый Это не божественное Божественное Это со смирением Принять Кому в плен В плен И нам ничего Нельзя изменить В этой разнарядке Если мы считаем Внимательность Священное Писание Ну если только мы Конечно Ну желаем Понятно Вот дальше сказали А не мы Я добавлю к этому Виноваты то мы Вот такую Ну не политику Ну слово такое скажу Отношение Как у нас Нигде нету больше Я не встречал Находясь не в патриархии Направлять людей В патриархию Это вообще Ну не два Пятьдесят три года Я работаю От океана до океана Прошли с благовестием И всем до одного Направление Даем московскую патриархию Мы встречали людей Которые с нами ехали Которые во дворах стоят Когда мы на благовести были А я вас знаю Я ходила на занятия То в Агу Ходила То в Аграр Я в пяти университетах Вел занятия А сейчас почему Куда ходите А сейчас никуда не хожу А почему Ну вы же сказали Идти в храм И слушать священников Ну да Ну я на исповеди Сказала Я хожу на занятия Лапкину Да что ты делаешь Это еретик Там псевдоправославный Сектант Ну я теперь и не хожу То есть мы направляем туда Где знаем Что против нас Этого никто не делает Только мы И все подбается К тому чтобы мы Изменили тактику Мы можем один раз Перейти К Агафангелу К Тихону Там условия Патриархию признать Безблагодатной Мы этого не можем У нас совершенно Общий Необычный путь Сейчас бьют Начинает со всех сторон Подкапывать под батюшку Он уж как там Не тихо А это не удастся И что делать Молиться Такой поток лжи Идет Даже выразить невозможно Уж про меня говорить не надо Там утопили буквально Но ничего они сделать не могут Почему У Бога разнаряжено И лицемерие Там и в сатане И гореть в аду Там и Что только Какие слова есть И это извинящие кедры И там Анастасия Там и белое братство То есть Все что где есть Это все в нас Так они говорят А что ей говорить Не вменим во грех Господи Да не перейдут грань Где хула на Духа Святого И в судный день Не поменим этого Вот наша задача какая Поэтому на молитву Убирайте время Заведите себе лестовки Сто поклонов Семикратно в день Вот мы работали Отдельно от деревни Поработали маленько На молитву Поработали час полтора Никита говорит Молиться будем Надежда усиленная Рядом там работает Подходит Давно молились И вот в этом Успели все сделать Молитва Больше ничего нет И молитва вообще ничего не значит Значит Ответ Божий на молитву Бог Всюду и во всем Бог Вот Как раз для того Мы собираемся Чтобы знать нашу нужду И чтобы молиться И как молиться О чем молиться Чтобы правильная молитва Была наша У кого есть еще Информация Про отмышления Благодарения Я хочу сказать Что Нам Нам сейчас И время Благоприятное Благоприятное Для того Чтобы мы готовились Готовились к тем испытаниям Которые грядут Они грядут И быстрым шагом Грядут к нам Эти испытания Бывает такое мнение Что Да я еще успею Вот когда настанет Вот когда придет Антихрист Ну тогда-то Я ему уж покажу А что ты покажешь Если ты не готов Если у тебя мускулы Никакие Я имею в виду Духовные мускулы Если ты не готов Вообще Сражаться с ним Если ты Сейчас уже не сражаешься А он постоянно 24 часа в сутки Не дремлет А Желает кого поглотить И мы видим То одного нет То другого Нет уже То по одному То по несколько человек Сразу Бодрость Так нужно Собой Над своей душой Прежде всего Ну и конечно Молиться О своих ближних И всячески Помогать Ближним Спасении Если Мы уже читали Была проповедь На эту тему На это место Поэтому я повторить Его просто думаю Нет смысла Я могу прочитать Если нужно И спрашивают о чем У нас в храме Считается Ян Златоуст Ну и там Где Ян Кронштадтский В прошлый раз Прочитали в храме Проповедь митрополита Старообрядческого Корнилия Перенесли чтение сюда Если желаете У него очень хорошая проповедь Здесь Мы можем читать Здесь Что нам Приятно Что полезно А в храме Определенно четко Это вот то Что Уже церковь Установлена Здесь Можно и Даниила Сусоева Считать И Ярла Песню Слушать Там Только первое Братья и сестры Не поймирайте Он от него Уже отказался В неделю Двадцать первую По пятидесятнице Евангелие от Луки Восьмая голова Четвертая По пятнадцатую Стиху Во имя Отца и Сына И Светлого Духа Аминь Господь наш Иисус Христос Перед вознесением Своим на небо Заповедовал апостолам Идти на проповедь Дабы обратить Весь род человеческий В христианскую веру Шедши научите Все языки Крестящие Во имя Отца и Сына И Светлого Духа Матфея 28-19 Не сказано Трудное дело Поручил Господь Своим ученикам апостолам Которых Он избрал Не из числа Премудрых и знатных А из рыбаков Простых и малообразованных людей Но благодатью Святого Духа Им дано было Постичь божественное учение И самим стать Учителями других Пойти во все концы земли И победить Неукротимое Жестокосердие Иудеев Мудрование еленов Грубую силу Римлян и язычников По сути Господь посылает апостолов Во враждебный для них мир На битву За спасение душ людей Какое же орудие Какое же орудие дал Своим ученикам Христос Посылая их в мир Он хотел Чтобы апостолы Не брали с собой Ни меча Ни копия Ни даже ни сумы И ни жезла Он повелел им взять С собой лишь Благую весть О спасении И с ней Пройти всюду Шедший мир Весь Проповедуйте Евангелие всей твари Марка 16-15 Их проповедь услышал Весь мир Ей воздвигалась Церковь Христова И воссияла Вера во Христа Наследники Апостолов Учителя Церкви И пастыри Распространили Слово Божие Во все концы земли Во всю землю Взвиде вещания Их В конце вселенной Глаголы их Псалом 18-5 Таким образом Единственным оружием Которым было Побеждено В мире нечестие И распространено Богопознание Было Слово Божие Всемогущее Слово Которое было Рождено От Отца При мудрости Сотворило все Небо и землю Видимое И невидимое Так воспевает Пророк Давид Слово Божие Есть жизнь Спасение И воскресение Для тех Кто с верой Принимает его Как говорит Христос Аминь Аминь Глаголю вам Я как грядет Час и ныне Есть Когда мертвые Услышат Глаз Сына Божия И услышавшие Оживут Иоанна 5 25 Итак Мы видим Что Слово Божие Есть в жизни Сила Слово Божие Живо и действенно Евреям 4 12 Господь в Евангелии Своё слово О спасении Излагает Через притчи Отверзу Притчи Кустамая Говорит Господь Через пророка Псалом 77 Простые примеры Притч приводит Иисус Христос Для того, чтобы в простоте Изложить сокровенную Премудрость Притчи Это сокровищница Разума Источник познания Истины Послушает Мудрый И умножит Познание И разумно И найдёт Мудрый совет И говорится В Библии О притче Притча 1.5 Притча Недоступная Делает доступным Сложная Простым Тайная Явным Размысляющий В законе Вышнего Премудрости Всех древних Зыщет И в пророчествиях Научиться Научиться будет Сокровенная Притча Зыщет И в глодании Притчи Поживет Говорит Премудрый Серах 39 глава Вся история Человечества Подобна Притче Которая Показывает Промысел Божий О нашем Спасении Евангельские Притчи Дают нам Наставление О вечной Жизни Душевное Здравие Укрепление И исправление Ума Притча Научает Нас Высокой Нравственности Смирение Милосердие И другим Добродетелям Невнимательность К евангельскому Слову Может быть Нам В осуждении Если Услышав Притчу Мы Отвергнем Холодным Умом Ее Мудрость И наставление И не принесем Доброго Плода Как говорит Господь Имеющий Уши Слышит Да Слышит Мы Слышим Слова Евангелия Слухом Но Доходит Ли Это Слово До Нашего Сердца Если Доходит То Коснувшись Его Оживляет Ли Нас Приносит Ли Какой Плод И Будем Ли Мы Жить По Этому Божественному Слову Ведь Знание Не само По себе Хорошо А когда Оно Применяется На деле Приносит Полезные Плоды Свои Не Слушающие Говорит Апостол Но Творящий Закон Оправдывается Делающий Закон Оправдывается Римлянам 2.13 Сегодняшняя Евангельская Притча Говорит Нам О различных Действиях Божественного Слова На сердца Людей Вышел Сеятель Сеять Семя Своё Когда он Сеял Иное Семя Упало При дороге И было Потоптано И налетели Птицы И покрывали Его Иное Упало На места Каменистые Где немного Было земли Взошло И зашедшее Засохло Потому что Не имело Влаги И не глубоко Пустило Корни Иное Упало Между тернями На выроске Сорняки Заглушили Добрые Исходы Иное Упало На добрую Землю И пронесло Обильные Плоды Господь Пояснил Значение Сейфричи О Сеятеле Всеми Есть Слово Божие Сеятель Сам Иисус Христос И те Которые Проповедуют Слово Божие Земля Сердце Человеческое Доброе Сердце Добрая Земля А злое Нечистое Бесплодная Земля Обратим Внимание Братья Что прежде Сеяния Надо Подготовить Почву Посему Господь Не сказал Что он Вышел Пахать Словесные Нивы Боронить Землю Или Вырывать Дикую И сорную Траву То есть Приготовлять Наши Сердца И души Господь Ждет От нас Что мы Сами Будем Приугодавлять Нашу Душу Принятию Слова Поэтому Пророк Иоанн Претеча Нас Призывает Уготовайте Путь Господень Правы Творите Сези Его Матфея 3 Приготовление Наше Начинается С покаяния И исповеди С воздержания От злых дел Тем же Кто не желает Приготовить себя Таким образом К сенью И принесению Плодов Господь Угрожает Судом Всякое Оба дерева Веже не творит Плода добра Посекаемо Бывает и в огонь Вметаемо Матфея 3 10 Эти слова Есть приговор Тем Кто беспечно Живет во грехе Живет во грехе Не кается И не приносит Добрых плодов Таковые будут Исторгнутые Здешние И будущие Жизни И отошлются В неугасимую Гиенну Огненную Господь В начале Притчи Говорит о семени Которая упала При дороге И была потоптана Те слушатели Слова Божия Которые слушают Его Одними телесными Ушами Бессердечного Внимания Уподоблены Господом Земле Придорожной Обычно Земля При пути Утоптана И тверда И рассыпанные Семена Не прорастают Это суть слушающие Которым потом Приходит Дьявол И уносит Слова Слово Из сердца Чтобы они Не уверовали И не спаслись Почему Похищает И уносит Ведь эти Семена И без того Лежат На мертвой Земле Дьявол Знает Что душа Может ожить Прийти в себя И семя Тогда может Прорасти Но дьявол Истинную Веру Искажает Засоряет Семена Примешивая К ним Ложь Которую Привносит Через Зелитяков И различных Сектантов Так и самого Иисуса Христа Дьявол Пытался Собладнить Вырванным Из контекста Библии Словом Когда из пустыни Он вознес Иисуса На крышу Храма И сказал Бросься Отсюда вниз Ибо написано Ангелом Своим Заповедает О тебе Хранить Тебя На путях Твоих Возьмут Тебя Да не притнешься Камень Нагоре Твоею И если бы Вместо Господа Был человек Имеющий В душе Терния Гордыни Жаждущий Лести И похвал То он мог бы Собладниться И броситься Вниз Господь же Ответил Искусителю Не искушай Господа Бога твоего Матфея 4 7 Поэтому и мы Будем Скорой На слышание Говорит апостол А главное На исполнение Яков 1.19 Далее Господь Говорит о семени Посеянном На камне Каменистой Почью Подоблены Души Людей Который увлекается Проповедью Евангелия Иногда даже Искренне И чистосердечно Находит удовольствие В слушании Его Но они Не в силах Изменить Свой образ Жизни Отстать От своих Излюбленных Вошедших Примычку Грехов Вести борьбу С искушениями Претерпеть Какие-либо Скорби И лишения В борьбе С искушениями Они соблазняются Падают Духом И изменяют Свои вери Ивангельским Заповедям Сердь Затвердевшие Расточившиеся В греховной Привычке Не способны Питать Корень Семени Которые Засыхают И сказано Все корни Не имут Эти корни Не имеют Сердца Таких людей Не согреты Любовью К Богу Как льдом Они Окованы Самолюбием И гордынию И хотя Такие люди Могут говорить О добродетели Но Слово Божие Не может Углубиться В их сердцах И принести Добрый плод И оно В душе Самолюбивого Уведает Как только Требуется Жертва Ради истины Правды И добродетели И в первые Века Христианство И после Раскола XVII века Нетвердые В вере И в любви К Христу И истине Подвергаясь Тяжким гонениям И страданиям За имя Христова Отпадали От веры Но наши Благочестивые Предки Старобрядцы В твердой вере Принесли Умножили Плоды Благочестия Святой Руси В нынешнее время Когда нет Явных гонений За веру Мучений За имя Христова Распространившиеся Ложные ценности Греховные Обычаи Предрассудки Легкомыслия Соблазнительные Развлечения Неудовольствия Удаляют И соблазняют Многих христиан От узкого пути Следования За Иисусом Христом И исполнения Его заповедей Будем помнить Что Решившись искать Царствие Божие Мы должны Не возвращаться Вспять А до конца Быть верными Господу Иисусу И наконец Препятствие Подознашение Слова Божия Терния Суеты И житейских Сластей И другое Семя Упало Среди терния И возросло терния И подавило его Это бывает От печали И богатства Но Ненасущные Житейские Нужды Называются Печалями А осуждаются Спасителем И осуждаются Спасителем И небогатство И является причиной Бесплодности Слова Божия То и другое Не препятствует Ни слушанию Ни хранению И исполнению Слова Божия А препятствует Только все Подавляющее Суетное Привязанность К земному И временному Которое Наполняет Это опутывая Как тернии Наши сердца Заглушая В нем Действия Слова Божия И всякое Доброе Чувство Не оставляя Времени И возможности Для удовлетворения Духовных Нужб Еще более Опасные Тернии Это Наши Страстные Влечения Которые Спаситель Называет Сластьми Житейскими Корень Их Находится В глубине Нашей Подательной Природы В глубине Греховного Сердца Человеческого Закон Будих Моих Противовоюющих Закон Ума Моего И пленяющих Мя Законом Греховным Говорит Апостол Павел Римлян 7.23 Плоды Этих терний Это дела Плотские О которых Апостол Говорит Что творящие Царствие Божие Не наследует Галатам 5.20 Расславляющие Себя Себролюбием Развлечениями Чревоугодием И излишествами Винопития Напрасно Принимают Небесное Семя Слова Божия Потому что Их души Не смогут Явиться Плодоносной Нивой Для Бога Святой Григорий Палама Пишет Мы знаем Что Когда бывает Много Влаги На полях Они не в силах Принести Плода Также И сердцу Погруженному В удовольствие И опьянение В блуд И нечистоту Невозможно Принести Плода Достойного Бога Пусть Каждый Жизни Вскамил Терния И сорняки Греха Путем Покаяния Вырвет Их С корнем И тем самым Приготовит Селя К восприятию Спасительного Семени И приняв Его Возрастит И принесет Плод Вечную Жизнь Итак Очевидно Что Для обильного Плодоношения Слова Божия Требуется Не только Благоговение На его Слушать Но еще Необходимо Подготавливать И очищать Собственное Сердце Чтобы оно Было Способно Взращивать Плоды Святости И правды В притче Господь Говорит Другое Же семя Упало На хорошую Землю И проросло И принесло Плод Солицами Потому что На доброй Земле И суть И же с Добрым Сердцем И благим Слышавшие Слово Держат И плод Творят В терпении Есть Праведники У которых Сердце Глубокое Как бы Вспаханное Любовью И ласковым Милосердием И состраданием Лишениями И горем В таком Сердце Семя Слова Божия Приживается Как на Доброй Земле Оно Пускает Глубокие Корни Которые Как влага Оживляются Опытом Добродетельной Жизни Человека Прорастают И приносят Плод Не надо Думать Что у Добрых Людей Дьявол Не старается Похитить Сокровища Слова Божия Посеянная В их Сердцах И враг Не хотел бы Охладить Их Сердца Самолюбием Заглушить Тернием Суеты И Плодских Похотей Те О которых Господь Говорит Как о Доброй Земле Старается Углубить В своем Сердце Евангельского Слова Прикладывая Усилия Для сокрушения Сердечного Каменения Страхом Смерти И Суда Божия Увлажняет Посеянное Слово Слезами Сокрушения О своих Грехах Чистые Терния Страстных Желаний И Увлечения Мирской Суетой Страхом Божиим Огнем Любви К Богу И Пламенным Желанием Вечной Жизни В Царстве Небесном Господь Требует От слушателей Слова Внимание Имеющие Уши Слышит Да Слышит Но Сколько Сегодня Христиан Которые Слышат Слово Божие Но Не Внимают Ему Не Исполняет Его Живя В грехах Не Исправляются Нам Надо Опасаться Чтобы Замеродение Слове Божьем Не Постиг Нас Тот Страшный Душевный Голод Который Мишляет Не Тела Но Души О Котором Говорит Пророк Амос И Послю Глад На Землю Не Глад Хлеба Не Жажда Воды Но Глад Слышание Слова Божия Амос 8 11 Подумаем О словах Христовых Блюдите Как Слышите Соблюдайте Как Слышите Задумаемся Как Мы Слышим Не Напрасно Лисеется Семя Божие Не Встут Ли Нам И Осуждение Подумаем Что Что Представляет Собой Наша Душа Куда Падет Зерно Слова Христова В темне Суеты Житейской Которая Заглушает Его И убивает На Камень Где Оно Возрастает И умирает От грехов Его Ветер И маловерия И беспечности И где Оно Будет Разграблено Хищником Врагом Нашего Спасения Если Наше Сердце Неплодоносно То поставим Пред Собой Вопрос Как же Нам Камень Маловерия Раздробить Как Оживить Исокшую Полимую Грехом Душу Как Отогреть Охладевшее Селелюбием Сердце Жизнь Наша На земле Скоротечна Времени Посева И принесения Плодов Коротко Пройдет Наша Жизнь Мы Предстанем На пороге Судных Врат И тогда Страшно Будет Явиться Без добрых Плодов Ни с чем Земледельство Не потрудившегося Вовремя Возделать Землю Ждет Голод Ведь без Труда Нет Жатвы Всякого Беспечного Христианина Мало Сделавшего Доброго Не потрудившегося Во спасение Своей души Ждет Горькая Участь Адских Мучений Убоимся Страшных Последствий Ленности И беспечности Будем В терпении Трудиться И учиться Каяться И молиться Чтобы за Кратковременные Дни Нашей жизни Принести Плоды Старицею Дабы Наследовать Нам жизнь Вечную И обрести Райское Блаженство По обетованию Господа Который Говорит Блаженный Слышащее Слово И хранящий Его Лука 11.28 Богу Нашему Слава Ныне Присно Во веки Есть еще Слова Благодарности Просьбы Молитвы Программа Следующая Прежняя Песнопение Трапеза Телесная А потом Духовная Трапеза Занятия Да, брат? Я хотел бы Поблагодарить Тех, кто молился В наших Онлайн Занятиях По Библии Очень плодотворные Занятия Люди Очень довольны Милости Просто присоединяйтесь Время Называйте Время Значит 15 Москвы По нашему 6 И Да 18 Среда Пятница И еще Второй набор Сейчас я веду Будет Время По местному В 9 Вечера С 9 До 11 Это для Региона У которых В это Время Рабочие То есть В Москве 3 часа Они не могут Поэтому Они попросили Давайте По московскому В 6 То есть Они уже С работы Приходят И она Это пошел То есть Если кто-то В 6 Из вас Не может В 9 Среда Пятница Еще не поздно До 11 Ты скажи Сергей Как я Не надо У меня Ночевать По скайпу Выходи Сергей Скажи Как Сергей Скажи Как тебя Найти Сергей Скажи Как тебя Найти В интернете Для других Сайт Бубков Сергей 1 И Такая У меня Аваторка Святой Евангелие Каждый Дом Красная Футболка Если кто-то Меня будет Скайп Искать Бубков Сергей На конце Y 1 Масленскими Буквами Да Маленькими Да Там Под какими П 2 И Вот такая У Да Ну У Она может быть Как У Ю Я Английский В школе Зачал Еще у кого Есть Объявления Просьбы Пожелания Молимся Достойно Есть Якова Истину Блажить Тетя Богородицу Христ Облаженную И Пренепорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херуми И Славнейшую Бесравнение Серафим Безысление Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Тя Величаем Господи Защити Родину Нашу От нашествия Наплеменников От внутренних Расприй От беззакония Которое Втайне Останови Делающих Зло Просвети Правителей Страны Нашей Чтобы принимали Мудрые Законы И всех Начальствующих Также Просвети И защити Людей Не познавших Тебя Авва Отче Господи Научи нас Семикратно В день Прославлять Тебя За суды Правды Твоей Тебе Хвала Слава Чести Поклонения Пресвятая Троица Отец Сын И Святой Дух Аминь Слава Продолжение следует Продолжение следует